муж пришел дрынды дал и ушел короче парижа засрали у них фаршмака наверное нет а я пошла за бодягой привет мои хорошие немножко не пукайтесь моего супер глаза у меня вот такой вот отекший глаз фингал муж пришел дрынды дал и ушел я шучу ладно да на самом деле это день к случайно положил уже в сторисах говорила он случайно положил на меня ночью может спать собирались он встал и взял и положил вот так на меня этот планшет а он у меня тяжелый то есть планшет легкий а у не тяжелый планшет и он не просто даже еще положила а как то так знаете силой положил типа вот давай смотреть и там было лежало мое лицо на подушке и в первый день было все хорошо то есть на следующий день все было хорошо но у меня болело то есть болело мне больно было поворачивать глаз и я холодная предложила сразу же в первые 10 5 минут я держала прям холодная с морозилки а через день я просыпаюсь я еще чуть-чуть подпростыла так ну сейчас вроде нормально я прям вот вот прям выхожу то есть не болею да но легкая такая сонливость такая какая-то была и утром я встаю мне просто глаз заплыл и синяк ну да у меня здесь прям болит все вот и она все вот сюда вот видите поплыло привлеку ваше внимание своим видом будете гадать додумать что же случилось и лена и почему у нее такой глаз на заставку сделаю красивые фото чтобы у вас глаз у меня вас привлек чтобы мой глаз вас привлек а на самом деле я начинаю влог не только потому что у меня когда мне девчонки советовали что-то помазать уже но сейчас я как раз таки пойду и возьму какой-нибудь масс который мне советовали и чет надо все-таки намазать хотя я очень не люблю вот это знаете мазать пусть саму пройдет я такая ну крис ну иди сюда это просто первый влог после нашей поездки после европы и крестинка сейчас уже должна убегать и я говорю скорее иди сюда расскажи девочкам свои впечатления она же все-таки была первый раз в европе где нет я была не первый раз я пока тебе чесночком что ты там ела вообще не ем ну чё расскажи как тебя еще веру как тебе вот это вот все потеря паспорта жизнь в этом страшном замке ты все пережила очень так крепко еще поедешь а куда бы ты хотела поиграть селена только проснулась только поела и сейчас пил очень вкусную игру чесночком я бы в общем-то там в год жила бы можно месяц пожить там три даже чтобы это свет падает на тебя бусы да вот почему вот именно иди сюда вот это сильно даже не накрасилась ничего страшного расскажи кратенько ты будешь влог во первых у тебя будет влог с европы так получилось что не будет не нас я смогу расстановить если смогу да что не сказал влог будет скорее всего посмотрим я работаю над этим короче это что-то снимала вот я считаю что мне понравилось то что мне понравилось вот такая вот у меня подруга кристина она долго думает и может быть да я могу сказать что это мне понравилось что понравилось что люди несуетливые мне кажется они не думают о налогах все это оставлю я ничего не буду вырезать пожалуйста мне нравится что там с одной стороны рядом кафе какие-то вот селена говорит рядом нужный магазин или что-то велосипеды у людей классная и у них это как у людей машины то есть не стесняются и едут на велике расселивала летом поехали на велики коровы то есть можно коров держать можно вот мне твой пятнышко сбила до мой глаз меня не знаю бы там с удовольствием жила даже может полгода не полгода ну просто такой чек я уже давно заметила мне надо менять я бы ты скажи что ты хотела чтобы там родители у тебя же да я бы хочу маму туда мне нравится знаете проезжаешь так лесок вроде бы не огорожено смотришь дом стоит круто то есть люди не боятся живут в не огороженных местах вот у меня все равно всегда такое чувство огородиться закрыться все бомбарные я потому что но судя потому что мы испытали с тобой деньги забрали с кошелька твоего но обычно на узи маньяк подожди но это просто обычные люди не надо всех идеализировать у всех у нас есть какие-то грешки прямо не идеальнее все люди на твоей камере мне шея белое лицо красно потому что падает на тебя и лучик не страшно со мной всегда была селена поэтому мне не страшно ничего знаю что ночью вдвоем нервничать дивана не начать все решит только прямо сейчас через минуту найдет выход из ситуации я просто наблюдаю мне повезло классно когда за тебя все а я просто смотрю на невозможно серьезно к тебе сейчас относиться единственное единственно но у них там видимо зарплаты больше молодцы специально чтобы туристы поменьше ездили туда цены повыше да я же везде говорила что ты но не прям шоке но я думаю у них цены просто зарплаты выше да у них жизнь выше да мне вообще сказали что в америке в 20 раз вообще этот как это платежеспособный или вот доход выше в 20 раз чем у нас а в европе в 8 или в 9 то есть вот люди платежеспособные или как-то слово это я заплатежеспособный уровень жизни вообще и уровень дохода и уровень всего это вот такие но с другой стороны взять например тоже пиво да и так они там оказываются варят у них форшмака наверное нет как вот у нас нет это пиво тоже как сказать то что у нас добавляют херню всякую голова болит а там вот мы покупали пробовали нет я не пропагандирую алкоголь я говорю потому что натуральный продукт и мы брали даже вот у нас пиво такой более или менее по вкусу 45 оборотов а там он 78 брали вообще не чувствуется алкоголь перегара этого нету и наутро голова не болит пиво вкусно да то есть варят и делают от души ну конечно она тоже выше но она того стоит чё какие ближайшие планы куда поехали какие пока рида варишь ну говорят там даже не выпускают экскурсию когда водят в париже даже не выпускают из автобусов потому что очень много туристов где они могут потеряться и накинуться когда едешь просто просто твой автобус которым тебя по экскурсии возят по в париже тебя даже не высаживают просто в окно смотришь и едешь так где ты такой потому что очень много людей туда короче париж засрали поговариваю люди приезжие ну как бы которые приехали на заработки позасрали если ты выйдешь с автобуса ну короче лучше не выходить где-то это услышал еще по 20 лет назад кто приезжал туда уже начиналось а сейчас говорят это кто-то говорит кто 20 лет назад туда приезжал но она уже начиналось а сейчас там вообще грязный говорят город и и что ты не поедешь ну можно поехать но только из автобуса экскурсионного не выходить ясно то есть вы поняли какой будет влог следующий не будем выходить из автобуса не ну мы сразу же настроимся чтобы не было потом для нас новинка поэтому гостиницы дорогие теперь у тебя глаза подсвечу мне кажется мэр и хозяева парижа заботятся чтобы о них не было плохая репутация и поэтому делать самую высокую ставку на гостиницу чтобы люди даже не оставались на цены в париже в центре вообще о чем в машине могли остаться вообще-то переночевать неудобно я как-то пыталась давно в машине за прям за ночевать в общем да надо проезжать быстро и уезжать ладно короче мы уже 10 минут базаре начало блога я пошла домой я пошла прихорашивать а я пошла за бодягой чтобы в своих видео все это вселенных я плохо веду себя выгляжу плохо а в своих видео я должна быть красивая очень а тратистично как поговаривают них своих видео я нормальная да ладно увидимся в твоих можно увидимся смотрю на себя сейчас в лифте вообще трындец просто так затек глаз сейчас подвозьму девочка на троумель посоветовала в инстаграме у меня такая же история была с дочкой конечно себя в европе набрала много вещей но они короче не зимние ну то есть кроссовки которые еще конечно я поношу кеды куртки кожаные уже сейчас вот-вот и будет холодно вот потихонечку выгуливаю все это чтобы просто вообще понять как бы ну куртка мне очень нравится вот это теперь у меня вообще кучу так куча кроссовок на любой вкус выбирать хочешь здрасте вас есть троумель что именно мазь да но для глаза чтобы нормально было она же от отеков от синяка ну косметологического имеете ну я не знаю мне просто посоветовали я не знаю что это ну что она мазала свой глазик посмотрим как будет опухоль сходить на самом деле сегодня такой день у крестинка уходила гребли мне не знаю чем заняться не как бы есть дела какие-то ну есть дела которыми ты не готов еще морально да и вообще привыкла что всегда вот так вот у меня все и вот в этом процессе как бы я все время пытаюсь делать дела как бы таком находить как бы время в сложности а когда у тебя как бы свободное время это такой думаешь чем заняться и ты думаешь блин вот это надо сделать думаешь не не кайф лучше я это воткну в процесс куда-то такое когда будет незаметен а вот когда целый день свободен прям хочется как-то так отдохнуть прям курсовым как-то отдохнуть и прям не знаю даже чем заняться, чтобы вот прям почувствовать отдых как следует. Ну, кстати, садик — это такое вот дело, прям я начинаю потихонечку привыкать к тому, что у меня может быть свободное время, и что я могу просто смотреть сериал, например. Вот. Начала смотреть четвёртый сезон сериала «Чёрное зеркало». Очень мне нравится. В первую очередь сюжетами своими, как я выяснила, это, знаете, как новые технологии влияют на людей. На их внутреннее. Ну, вообще какие-то с новыми технологиями всё связано. И ещё очень интересно, что там каждая серия — это разные актёры, разный сюжет, разная история. То есть начало и конец. Как, знаете, отдельные фильмы. И вот где-то 50 минут идёт серия. Очень клёво, что можно любую серию смотреть, и, ну, у них у всех одна какая-то такая тема в чём-то. Именно вот в новых технологиях ну, очень любопытно. Что-то с внутренним связом, знаете, психологическое такое. Ну, короче, интересно. Рекомендую «Чёрное зеркало» посмотреть. Я вот три сезона посмотрела, сейчас четвёртый начинаю смотреть. И что ещё? Что я собираюсь сделать сегодня? Я не знаю. У меня на завтра уже запись, у меня на субботу-воскресенье уже запись и куча дел, а сегодня как-то вот свободно. И даже если есть сегодня какие-то дела сделать, думаешь, блин, зачем их вписывать в этот свободный день? Их можно сделать завтра, когда я вообще буду выходить из дома, делать дела, и по дороге можно заехать туда, куда можно заехать сегодня. Ну, в общем, сегодня свободный день, и я вот наслаждаюсь, сижу. Пока что я сижу и думаю, чем бы заняться. Доброе утро, мои крошки. Всё, в своей машинке намного лучше. Короче, что-то я приоделась, немножечко холодновато. Надеюсь, мне не придётся долго на улице быть. Сегодня у меня много дел, сейчас я еду как раз-таки по одному из дел для магазина. Заказала там вещи, которые у меня уже заказали под заказ. И нужно их скорее забрать и сегодня же отправить. Люблю, когда всё быстро получается. Например, обычно вещи под заказ, ну, нужно ждать, может быть, неделю, может быть, две, да, смотря, ну, как бы, в какой момент человек заказал что-то. А когда он, допустим, вчера заказал, а сегодня я уже могу этот заказ получить, и сегодня же отправить человеку, то мне кажется, этот заказ крутой, когда нет в наличии ещё чего-то. Вот, поэтому я очень люблю делать всё оперативно, я не люблю сама ждать, не люблю, когда люди ждут, поэтому я за это очень сильно переживаю всё время. И мне нужно все скорочайшие сроки делать. Сейчас утро, уже 10 утра. Вот, я еду за заказом своим. И потом у меня ещё кое-какие дела, там нужно будет выбрать малышу одежду, к конкурсу подготовиться. Вот, люди ростовские тут сотрудничать хотят. Ну, и я вроде бы тоже. Сейчас посмотрим, что у них за одежда. Если действительно крутая и классная, то сообразим что-нибудь. И конкурс сделаем в Инстаграме. Инстаграм. Так что, девочки, вы, кстати, это, кто не подписан у меня в Инстаграме на меня, вы не игнорируйте этот момент, потому что в Инстаграме у меня намного больше конкурсов, в Инстаграме намного больше интересной, полезной информации, потому что там информация более оперативная, быстрее. И там больше обо мне люди узнают. Вот если вам интересно обо мне узнать, да, что-то, то там больше, там идёт конкретное общение. то есть да вот youtube это одна такая стезя а инстаграм это более более близкая ко мне более плотная более информативная в общем инстаграм подписывайтесь сегодня в очках потому что ну да крошки но не проходит мой глазик он все затекает и затекает и синяк вообще страшный я не могу поэтому я буду ходить сегодня весь день в очках причем мне нужно будет находиться в помещении как бы разговаривать с людьми а я вот такая а завтра у меня татуаж и я не знаю или увидит скажет о боже что с тобой я наверное буду снимать только свой рот когда будет татуаж то есть буду говорить какие-то моменты буду снимать только дабы не пугать людей то подумают про меня всяко ладно все поехали ой забыла сказать очень хотела сказать что меня камера моя в последнее время безумно бесит у нее скачет фокус просто я причем это не замечаю сразу только когда начинаю монтировать я вижу как в роста вообще меня бесит и я понимаю что мне надо покупать и новую камеру я хочу новый новый телефон и я короче не знаю что делать и возможно в ближайшее время все-таки возьму телефон но возьму такой телефон чтобы на него можно было снимать хорошее качество видео вот это вот все дела и память огромную память и какое-то время поснимаю на телефон так потому что это невозможно да кто нам лифт вызывает дэнни нам лифт все время вызывает так хочу обратить ваше внимание на костюм моего пацана сзади видали дэн дэн закеш костюм закеш костюм какой-то крутой да еще мама самолетиком и сегодня купила классный будем сейчас запускать девочки в общем в инстаграме сейчас проходит успеть попасть в инстаграм ссылку здесь оставлю вот справа слева сертификат на 5000 рублей у нас открылся новый магазин в ростове-на-дону но они также в инстаграме сладкий они тогда покажем костюм какой красивый какой красивый костюм скажем на стразах я деловой крутой пацан ты чё прячься за маму короче разыгрывается сертификат на 5000 рублей пойдем 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 по и по россии отправляется я на ручке хотя я живу с пакетами и все равно мне скажу ладно сейчас на улице расскажу пока пацан задумался короче вот такой костюм классный в инстаграме сейчас идет конкурс детская и очень много девчачьей одежды и вот пацанячая еще прикольная стильная у них качество хорошее турция и российская есть вот короче в инстаграме они только начали активность и вот мы совместно разыгрываем конкурс на 5000 рублей сертификат будет победителю и на эти 5000 рублей вам могу сказать нормально там можно выбрать два костюма там где-то или платье там аксессуары шапки колготки и рюкзачки красивый такой стильный скажу я вот мы взяли вот такой костюм утепленники еще я свои племяшки взяла еще племяшки я свои взяла тоже с такой же расцветкой только девчачий вот будем их фоткать короче побежал вот мы пришли с гулянки бабушка говорит ну бабушка дэнни говорит я устала собирать игрушки вот он любит все разбросать и вот дэнни как мама прям ты как мама прям день я тащусь от этого костюма если честно мне он очень нравится со стразиками еще смотрите он там поблескивает проще на стиле у меня пацан давай собирать игрушки дэнни давай маме помогай игрушки собирать смотри какой бардак то устроил фух смотрите мама все убрала а дэнни тут все время просить просидел все время здесь в игрушках а я пока тут все прибираюсь и чуть-чуть осталось потеряли кружочек один это нормально решил вылазить вылазь давай доброе утро мои крошечки еду на татуаж губок своих надеюсь в этот раз все будет хорошо то у меня простуда на губе она слава богу прошла все хорошо теперь у меня синяк на глазу видео хочу снять так чтобы не было всяких синяков все такое в общем буду снимать процесс сегодня весь все равно хочу это сделать в отдельном видео всякие я думаю информации рекомендации будут хорошие сегодня опубликовала видео так как блог это такое собирательное мне кажется очень классно если я буду давать ответочки на какие-то другие видео которые комментируют что-то говорят вот например сегодня я так смотрю у нас пошла тема обсуждения в инстаграме моих покупочек вот и девочка она написала что мне кажется ты типа типа до брендов ну как бы вот как это не помню слова какое но такое нормальное слово подобрал не оскорбительное но типа падкая на вот эти бренды там главное что было написано вот что-то типа того что можно и другие вещи качественные купить но я полностью согласна в этом я и ответила то что мне кажется что у меня синдром бедности ничего в этом такого не вижу синдром бедности как я называю это то что когда ты жил очень очень скромно прошлом да то есть бедно можно сказать даже все конечно относительно есть еще беднее люди но мы не могли себе позволить не то что там бюджетные вещи я помню что мне вещи всегда давали в детстве там соседи подружки вот никогда я не носила какие-то новые даже вещи ну как бы были новые вещи но вот так чтобы знаете вот там в моду в тренд когда я уже рассказывала об этом когда все начали носить рюкзаки я рюкзаки рюкзак 1 начала носить как уже три года как рюкзаки носят то есть я ходила с портфелем обычным с первого класса там я не знаю ну то есть не было у меня такого можно сказать и бедно жила поэтому когда ты сейчас вырос ты я с детства стремилась к тому чтобы я могла позволить себе все что хочу мне кажется даже если сейчас я смогу и зарабатывать и иметь возможности иметь такого мужчину это все моя заслуга то что вокруг меня все это есть я могу сейчас себе все это позволить и даже если у меня будет возможность тратить миллионы там на яхты путешествия и многое другое я буду это делать я буду этим пользоваться пользоваться этими возможностями потому что хочется пока ты не насытишься этим сейчас у меня уровень всего лишь ну такой небольшой я могу позволить себе какие-то бренды причем недорогие то есть я не могу себе еще позволить я сама себе не позволяю gucci prada и все дела я считаю что это еще дороговато я столько не зарабатываю чтобы знаете походить в этом аж даже мне не комфортно было бы нет если это подарок там одно дело это другое да но когда ты там как бы сама рассчитываешь как бы я привыкла жить посредством вот мой девиз честно говоря я не люблю жить непосредством я не всех людей кто будет брать в кредит машину ну допустим ладно квартира это другое дело на дело ну например я помню что всегда я хотела на машину заработать накопить заработать и купить ну либо чтобы подарили но я к тому что я люблю жить посредством если я не имею денег и я не зарабатываю на прада и gucci я не буду носить поэтому я вот очки так хотела gucci и отказала себе в этом но я могу позволить себе другие бренды не менее классные и эти бренды универсальные то есть такое что средний класс но он достаточно популярный в своем роде и многие люди которые зарабатывают невероятные деньги тоже носят эти бренды то есть знак качества да конечно же я не буду брать некачественное что-то ради чисто убирки нет я просто если я взяла какие-то вещи которые вы говорите может быть плохого качества как говорят yes вроде бы там плохого качества да там или еще что-то я просто не знаю я не носила guess я не помню у меня может быть что-то там одни джинсики какие-то были или что-то было раньше это была бюджетная марка сейчас она вот ну как-то так вот поднялась или что я не знаю но для того чтобы понять буду я в дальнейшем покупать это или нет мне нужно это было купить попробовать благо цена позволяет guess известная марка и так со всеми другими брендами то есть сейчас я конечно дорвалась можно так сказать я покупаю 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 наслаждаюсь беру и я вам скажу как в машине ты едешь какой-то хорошей как одежду ты на себя одеваешь какую-то хорошую на себя надеваешь да какую-то хорошую ты совершенно согласно тоже кто-то писал совершенно по-другому себя чувствуешь и я понимаю что вот еду я в своей машине выхожу из своей машины захожу паркуюсь где-то ощущение у меня одно у меня хорошая машина если я буду ехать в той же там недорогой калини какой-нибудь да это будет совершенно другое ощущение и я не хочу его менять я готова платить эти деньги налоги хотя можно и такую машину мить и налоги поменьше платить лошадей только поменьше да подумываю над этим моментом поменять да я хочу тоже квартиру себе хорошую поэтому вот сейчас я могу позволить снимать но не могу позволить купить то есть все иду в стремление конечно же хочется жить хорошо и хочется позволять себе меня больше всего бесит во всем этом да что и просто когда ты не можешь себе позволить да то есть когда ты проходишь мимо магазинов и говоришь блин я не могу блин классно я хочу но я не могу вот это меня больше всего бесит надо покупать там что-то подешевле слова надо меня бесит поэтому я стремлюсь к тому чтобы у меня была возможность во всем вот когда эта возможность появится полностью тогда наверное я стану проще относиться и к брендам и ко всему и возможно потом я смогу вообще просто там вот прошла мимо купил какую-то майку один и даже не думаю в чем я одета потому что эти возможности они как будто уже настолько внутри сидят до настолько ты уже во всем этом уверена и ну то есть и ты покупаешь только либо это качество и вообще совершенно не смотришь на бренд абсолютно неважно какой-то знаменитый это бренд или не знаменитый поэтому на сегодняшний момент вот так пока что сейчас мне нравится да мне нравится носить какие-то марки которые знают все которые узнаваемы ощущать себя в них как-то да там когда люди спрашивают вот классно от летка смотрела ну и зашли там магазин и я поставил этот рюкзак свой она говорит ну блин ну вот бренд ну вот guess ну вот почему ведь совершенно по другому он смотрится нежели ты там на рынке что-то купил да вот как будто качество видно я согласна я вот смотрю на свой рюкзак и просто вот любуюсь им честно говоря постоянно мне он очень нравится он он необычный многие вещи которые ты смотришь они часто не вызывают у тебя такого восторга так еще я буду менять камеру потому что я да я слышу вас и честно говоря мне тоже бесит этот прыгающий фокус это наверное потому что моя камера падал уже 1300 раз на ней постоянно какие-то ляпы потому что не закрывается объектив меня это тоже безумно бесит я ничего сделать не могу а когда работа огромная проделана все снято ну то есть очень жалко честно говоря выкидывать это да в помойку и снимать еще более заново это очень все тяжело поэтому я нацелена в ближайшее время поменять камеру и поменять телефон и возможно даже я куплю такой телефон на который я смогу снимать вот и будет все хорошо будет качество убью как бы два зайца пока не заработаю на хорошую супер камеру который будет находиться только дома и я буду снимать у нее домашние видео блог обещает быть опять длинным кстати да давайте покажу что у меня с глазом ну как обещали мне что за два дня пройдет конечно же за два дня ничего не прошло это все очень индивидуально я так надеялась вот этот мастера умель я взяла и вот мажу и сегодня третий день у меня еще даже отек не сошел поэтому видимо может быть если раньше ей пользоваться то было бы лучше но я сейчас вот и уже начала пользоваться и три дня как бы пока никакого особенного эффекта и не вижу ну что мазала свой глаз еще раз блин когда он пройдет это трэш вообще блин девочки это конкретно у меня попадос а вот по поле скоро едем да и бабуля да то у тебя одно то другое третье вечно я к ним пока это раненая приезжаю то мне простуда на губе кстати блин хочу думаю все таки что-то надо найти пропить мне очень много советов давали надо будет еще раз написать пост прям чтобы в комментариях наверное писали чтобы я не потеряла потом все эти сообщения мне прописали от герпеса какую-то штуку вот я слышала пропивать можно там два раза в год и что типа потом вообще нет не вскакивает простуда я статуажа кстати посмотрите как красивые губки у меня какой красивый цвет единственное что жалко что этот цвет будет в два раза наверное ну не такой яркий то есть более натурального часа у меня как бы накрашен но сам цвет то есть это насыщенный цвет но но именно тот цвет который нужен я не знаю или на просто я не знаю волшебница она чувствует все делает все как нужно вот знаете есть люди которые вот им ты ты доверяешь и все но естественно ты не просто так доверяешь а просто видишь что человек профессионал и подходит к своему делу с любовью с душой то есть она переживает реально вот за каждого клиента больше то есть для нее ее работа она очень важна чтобы все было красиво четко она даже видит то что я не вижу я вообще я хожу целый день наслаждаясь своими губками они потихоньку меняют цвет они сначала были немного опухшие как бы сейчас мы судьбу им это просто сразу после татуажа чувствую себя превосходно готовлю для вас отдельное видео но она будет не скоро но будет где-то может быть через месяц через два через два скорее всего потому что через месяц у нас будет коррекция а потом еще заживет через месяц и уже окончательно только можно будет сказать ну посмотреть результат чтобы не было ни опухоль никаких то там коррекции то есть уже все все четенько вот но сейчас я прям кайфую будет еще процесс конечно заживление тут губы все время должны быть в базилине все время их нужно протирать поэтому это тоже испытание мочить нельзя то есть кушать аккуратно пить через трубочку я уже синюю кофе через трубочку пила но я все равно довольна мне цвет очень нравится прямо вхожу любуюсь я прям такой бы оставила насыщен возможно на коррекцию я приду скажу делаем не вот такой как брови я сначала сделала их такие знаете бледненькие а потом раз говорю делаем не такие как были вот и еще один момент я потихоньку читаю комментарии выставляю посты связанные с видео какими-то и ни одна девочка уже написала единственное что опишут это все в каком-то таком негативном ключе поэтому комментарии в инстаграме я удалила и девочка этих заблокировала потому что не позволю никому оскорблять моих друзей говорить про них как-то плохо вот но и вообще не понимаю точнее я уже понимаю откуда наверное это взялось и думаю что наверное не у одних у них возникают такие мысли и хотела сказать по поводу вещей которые я набрала некоторые люди наверное которые не могут себе позволить какие-то вещи я понимаю да они могут как-то негативно воспринимать этот момент и вместо того чтобы порадоваться за человека который может что-то себе позволить купить и радуется этому да то есть я не 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 блатую там как говорится да не понтуясь я реально говорю что человек который вылез блин из ну из очень плохих таких условий да и я знаю что это такое я знаю что в шмотках счастья нету но как-то кто-то писал тоже подтверждают такие маленькие радости которые не доставляете радость но если они доставляете радости ты можешь их купить да почему бы и нет у меня допустим мою любовь к вещам она ну не такая сумасшедшая чтобы прям забить на все знаете там не купить пожрать на купить шмотку такого конечно нет все что я покупаю себе это специально отведенные деньги и никто не ущемляется там ни в еде ни в чем-либо еще ну в общем и кто-то и в комментариях значит пишет что вот и типа ну как бы до брендов для тебя главное чтобы на шмотке был какой-то бренд ехать в европу искать по скидкам какие-то там не первой коллекции там вещи и так далее тебе твоя подруга типа да любашка моя типа вдолбила в голову что бренды это хорошо и вот и теперь за ними гоняешься и вот два человека которые написали мне они написали это в негативном ключе поэтому мне пришлось их убрать тем более в сторону когда моих друзей но написали то что именно моя подруга вдолбила мне что бренды это хорошо и теперь как сумасшедшая бегу за брендами я хотела этот момент если кто-то так думает да или кто-то сложил такое мнение сказать что во первых люба намного младше меня к чему я это мы дружим с ней очень давно и я знаю ее а я с 15-16 лет то есть мы дружим понимаете да а мне уже было тогда достаточно лет и я в москве себя чувствовала уже хорошо и на то время когда она была девочка еще и училась в университете я как бы ни в чем в себе не отказывала у меня были шмотки всегда брендовые крутые и дорогие и окружение у меня такое было я где-то рассказывала об этом что мне и нужно было себя под стать вести потому что я была бы какой-то белой вороной среди своих подруг которые у меня были среди своего окружения то есть у меня были шубы у меня были крутые там сапоги фаби я обувалась только балдинини фаби но ван я очень любила то есть аксессуары какие-то были да у меня louis vuitton сумка была не 1 gucci то есть очень много было брендовой одежды и она для меня тогда была важна нужно ну как бы и как бы и статус и ну необходимо да то есть я знаю в этом то причем не как бы не особо-то и хотелось покупать такие дорогие вещи но просто все мое окружение ну как бы обязывало меня к этому и я как бы вот в этом выросла в москве можно говорить потому что я в москве достаточно молодой попала в москву 18 19 лет и как бы и люба она еще была совсем девочкой на тот момент как она как она мне может вдолбить что бренды это хорошо просто мое окружение оно и меняет мои какие-то потребности если я допустим начинала там допустим живу с парнем да который зарабатывает 30 тысяч в месяц ну грубо говоря да я с ним живу там веду какой-то домашний быть занимаюсь какими-то своими вещами то есть все у меня уже окружение совершенно меняется естественно я не тусуюсь уже в том окружении в каком тусовалась раньше мне семейная спокойная жизнь я все свои шмотки которые была продавала все продавала у меня ничего не было я ходила одевалась h&m тоже zara то есть вот вот эти вот масс-маркетовские какие-то и вне спокойно и клёво было то есть не в этом счастье было всегда потом ну какой-то период жизни опять там раз волны москва в 10 лет не прожила поэтому у меня много чего было волнами да там я расставалась и снова была свободная девушка появлялась там ну то есть мне все время хотелось то тихой гавани то какой-то тусовки и мои друзья они то знаете как то я в отношениях у меня спокойная гавани мне ничего этого не нужно и вообще не понимала зачем они пыляться эти вещи пусть они кому-то достанутся их продавала потом моя жизнь менялась мне снова нужны были эти вещи и снова я их покупала поэтому брендов в моей жизни было достаточно это не так чтобы я прям уж дорвалась до них прям конкретно там да просто раньше было как бы нужно опять же по статусу да а сейчас мне не нужно у меня просто есть возможность сейчас немножечко другой момент идет по поводу качества а ну и люба да она уже выросла мы уже столько с ней дружим она уже выросла естественно у нее есть свое мнение по поводу брендов то есть она их любит потому что это качество и многие кстати в комментарии писали что вот я типа люксовые какие-то да там модели ношу по 10-12 лет а какие-то средние сегменты тогда ношу 35 видите вот кто-то за этим всем наблюдать да я и согласна на самом деле я согласна у меня так как я люблю очень много вещей покупать я даже ну не замечаю никогда на этом не заморачивалась потому что я люблю все менять для меня даже какая-то брендовая шмотка она может быть актуальна сегодня да завтра уже нет поэтому я не любила много денег даже на это тратить поэтому и даже я боялась тратить на бренд на большую дорогие вещи какие-то покупать и сейчас даже боюсь потому что боюсь что они не надойдет они сегодня будут интересны завтра неинтересно зато я на них отвалила ого-го сколько а в принципе удовольствие примерно одинаково что покупал какую-то бюджетную вещи или дорогую вот но я решила попробовать я хочу проверить качество я хочу в принципе носить какие-то дорогие вещи я замечаю что я чувствую себя в вещах брендовых по-другому как например в машине у меня была раньше машина там opel course маленькая такая да бюджетненькая машина потом у меня поменялась машина более такая люксовая да можно сказать и совершенно по-другому себя чувствуешь когда ты садишься выходишь из машины где-то паркуешься так же самое и вещах совершенно я я замечаю и чувствую что совершенно по-другому себя чувствую когда ты уже вкусил этот момент немного с другой стороны много всяких сторон есть у этого всего то конечно ты уже не хочешь это менять все обратно зачем когда и так нормально ты же не никого не обдираешь ты там не знаю головам не ходишь на этого ребенка дэня а вот надо было два хлебушка прям взять и и еще бросить на пол хлебушек да то есть мало того что ты два все взял куска один еще положил тысячи и выбрасываешь не ешь их короче влог будет коротким я решила вот просто сказать что да что это ошибочное мнение что кто-то мне вдолбил что бренды хорошо и во первых человек так что мне не так то просто что-то долбит то мне порой что-то хотят вдолбить и столько нервов тратит что потом опускаются руки потому что я такой дотошный человек то есть нужно столько аргументов нужно быть таким подкованным человеком чтобы просто мне что-то вдолбить в голову это не так то просто поэтому не думайте что кто-то мне сказал бренда это хорошо бренды это качество и это кого ее и пошла за брендами нет у меня не было возможности И чтобы мне не говорили, я бы находила не брендовые вещи, более бюджетные, качественные, если бы было дело, например, только в качестве, да? Но нет, я хочу почувствовать другой момент, поэтому пришло время, да, куча людей было вокруг, которые мне также одевали бренды и говорили, это классно, это классно, а я говорила, да, что тут классного, ничего такого, пока не было возможности. Появилась возможность, и я такая, опа, о, да, я хочу, вот, поэтому то, что я даже покупаю, я не считаю, что это что-либо вообще дорогое, и за скидками я не гоняюсь, я прекрасно себе и покупаю без скидок все, Nike, New Balance, я себе покупала все это без скидок, пришла в магазин, мне понравилось и все, и купила, то есть так, чтобы я гонялась за скидками конкретными брендовыми. Мне главное, чтобы мне нравилась вещь, если она мне очень нравится, и она входит в мой, ну, диапазон денежный, который я могу потратить на вещь, то есть это не 50 тысяч, например, за обувь, в которую я пока не готова, да? А, например, 13, 15, там, вот, пока можно, если мне очень нравится эта обувь, почему нет? Вот, ну, а то, что я поехала в Европу и захотела пошопиться, именно походить по аутлетам, я так много об этом слышала, девочки, и за всю жизнь я ни разу не была ни в одном аутлете, поэтому мне захотелось туда поехать и приобрести что-то, вот. Так что вот такие вот дела. Просто в моей жизни что-то меняется, что-то происходит, я думаю, так происходит у каждого, если вы такой человек, который смотрит внутрь себя, наблюдает за изменениями, то вы тоже будете наблюдать очень много разных изменений, особенно, когда касается изменений вообще в вашем положении, в обществе и в социуме. Будут меняться и взгляды, и много-много что. В общем, такой болтологический влог получился, я хочу его закончить и следующий влог начать, когда у меня пройдет мой глаз. Вот. Уже рука болит держать. Кстати, у меня очень много видео надо снимать, и я не могу снимать, потому что у меня вот такой вот глаз, поэтому если у меня сейчас будет какой-то перерыв, на что бы я очень не хотела, чтобы он был, знайте, это все из-за глаза. И, ну, как бы немножко я освещаю свою жизнь в инстаграме, поэтому заходите, подписывайтесь, задавайте вопросы. Пожелайте мне скорее, чтобы глаз прошел. И еще хотела сказать такой момент. Некоторые девочки, даже на такое, как бы хорошее количество, иногда считают, я не знаю, для чего это делается, когда оскорбляют твоего друга и превышают тебя, как бы на фоне него, типа сравнивают. Вот у меня есть подруги, у меня есть Люба, Кристина, Лена, одна, вторая, то есть у меня есть родственники какие-то, да. И если какой-то комментарий идет, что типа, ой, какая там терпеть не могу, или там плохая, нехорошая там подруга, да, и какая там классная, прекрасная, например, Селена. И вот с одной стороны, вроде бы тебя хвалят, да, но засирают твоего друга. На самом деле, я не знаю, кто это делает и с какой целью, но это бан, это конкретный бан. Потому что под некоторыми постами, девочки, честно говоря, я даже не удаляю, где меня там обсирают, там реально гадости какие-то пишут. Под некоторыми постами это даже смотрится, ну, иногда смешно, но если трогают моих близких, это уже недопустимо. Это бан. И второй момент, то есть для меня, если хвалят меня, но обижают моего близкого, это перечеркивает, знаете, то, что хвалят меня. Обижают моего близкого, это обижают меня. Это, ну, как бы, не уважают мой выбор, да, не уважают моих друзей, то есть вот, ну, я этого тоже не приемлю. Поэтому, девчонки, когда вот высказываются такие вот, типа, Селена хорошая, а кто-то из моего окружения плохой, лучше вообще не высказываться. Потому что это может грозить, ну, как бы, я за своих стою горой. Поэтому не обижайте моих близких, не оскорбляйте их, не говорите про них плохо. Не позволю. Ну, а так, конечно, у меня на канале и, ну, судя по лайкам и дизлайкам, да, и по комментариям, которые всегда, и по вашим многочисленным сообщениям, добра и супер-пупер девчонок, классных, умных, мудрых, красивых, я заглядываю иногда на открытые странички. Намного больше, чем негатива. И пусть будет негатива еще меньше, а классных, адекватных, хороших людей, токсичных, еще больше. Продолжение следует...